привет друзья хочу сделать такое коротенькое видео и поделиться с вами планами о развитии этого канала хочу вам рассказать какой будет дальше контент туда развиваются каналы что вообще будет происходить для такой очень коротко но друзья смотрите на канале важные перемены если вы заметили наверное то видео например из рима уже было записано английском языке я думаю вы понимаете о чем будет речь но смотрите друзья возможно просто интересно да почему так произошло так как все-таки на меня подписаны допустим принципе не маленькое количество людей не так чтобы много но и немало вот и во первых хочу сказать всем огромное спасибо кто все эти годы это уже каналов через где-то почти уже три года то что вы смотрели мои видосы я старался и выкладывался на каждом видео искал материалы и пытался создавать качественный контент которого так мало на ю тубе очень много сожалению видео которое люди записывают просто я не знаю ради чего даже чтобы просто посвятиться на ю тубе может быть они правда донести какой-то хороший контент я выкладывался очень сильно сделал хорошее видео и старался для вас но сейчас хочу поблагодарить вам всем кто был подписан всем кто оставлял хороший комментарий особенно позитивные потому что вы не представляете как важно получать людям которые занимаются таким контентом даже занимается созданием контента для ю туба как важно получать обратную связь от вас причем хорошую какую-то какую-то по делу до информацию смотрите как низко тут летают самолет так вот друзья огромное всем спасибо за это я не планировал делать англоязычный канал этот когда создавал этот канал он должен был быть таким как он был но я дал себе три года на развитие этого канала почему именно три года потому что есть такое общее правило допустим во многих сферах жизни если тебя за три года не получилось что-то сделать то или ты делаешь что неправильно или возможно нужно поменять тактику или вообще заняться чем-то другим моем случае допустим прошло три года и я не вижу того результата который мне нужен я понимаю что видео создавать надо намного чаще да но в то же время я не нашел так и так и не нашел золотую середину между тем чтобы делать видео которое интересно вам да и видео которое интересно лично мне потому что есть очень много тем на канале который я записывал который не записан для поисковых систем до то есть например если вы что-то не гуглите в youtube то как вы найдете мои видео если я записал какой-то видео о котором вы не знали раньше получает это видео о которых я писал интересно какие-то темы которых вы мало знаете или это плохо раскрытой тема так вы ее и ищите потому что вы же не знаете об этом как вы будете это искать а такие видео интересны мне то есть если вы хотите будущем чем-то подобно заниматься как я допустим создавать контакт контент для youtube а то я вам посоветовал бы выбирать какую-то золотую середину 50 на 50 создавать одно видео например для себя второе для роботов для youtube а то есть для поисковых систем я как веб-разработчик поверьте самого первого дня создания youtube а знал как он работает и я очень хорошо разбираюсь как это работает их на именно технологически потому что seo все оптимизация это очень незнакомая тема я с этим сталкивался много лет и знаю как это работает и на ю тубе там все то же самое поэтому я все это прекрасно понимал когда создавал этот канал я знал что если не записывать видео которые вы не гуглите то есть на какие-то общепопулярные темы до которые все гуглит и которыми все люди хотят это посмотреть у этих видео много охватов большая аудитория но мне это было самом начале не интересно потому что это было хобби этот канал это для развитием меня лично не эти темы интересны я хотел делиться с этим с вами с этим этим контентом парил самолета летает час еще очень важный момент такой как продолжительность видео до на канале создай какой-то качественный контент который будет занимать больше чем меньше чем 10 минут там 8 6 минут как у сейчас очень популярна все хотят смотреть видео короткий 5 7 минут 6 8 я тоже прекрасно это понимал с самого начала что видео которые длиннее их очень мало людей хочет смотреть но видео которое качественное которым действительно хорошая информация чтобы подать эту информацию рассказать разобрать тему она никак не может быть минут 5 8 или 10 видео должно быть минимум 15 20 30 минут и иногда и 40 минут так вот друзья и создавая вот так контент это все очень трудозатратно и когда ты работаешь какой разработчик то ты читаешь свое время уже ты понимаешь что ты за это время можно работать допустим деньги да какие-то закромить свою семью и заработать вполне себе реальные деньги а не заниматься контентом для youtube который ничего тебе не приносит за три года мне канал ничего не принес ни копейки вот и каждое видео примерно занимает минимум восемь часов и только этому надо развиться чтобы тебе видео занимало всего лишь восемь часов создания потому что нужно смонтировать это видео нужно создать нужно подобрать материал изучить материал разобраться ним самому потом записать перевести с английского и у меня есть правило десяти источников каждому видео я старался минимум 10 источников использовать проблема большинства людей которые пытаются разобраться в любом вопросе по жизни что они очень ленивы они не могут люди людям очень тяжело я понимаю там ментально тяжело так напрягаться разбираться каком-то вопросе хорошо обычно люди поверхностно считают какие-то заголовки новостей какие-то пару фраз фейсбуке и становятся специалистами в любой сфере например так было скуп так было с вирусами которые были у нас сейчас вы знаете люди люди быстро становятся специалистами буквально почитав пару статей они становятся просто гениальными специалистами у меня другой подход минимум 10 источников я использую каждому видео минимум 10 научных источников чтобы найти этих 10 качественных источников нужно про мониторе 30 источников поэтому это огромные труд затраты это много времени нужно сделать потратить чтобы это все найти такой контент качественный вот теперь друзья представьте себе когда ты создаешь контент три года это очень тяжело физически и просто много на это тратишь времени которому бы проводить с родными и так далее но когда ты создаешь это видео допустим и она я же вижу допустим его смотрят некоторые видео там по 5000 на просмотров например добывают по 3000 просмотров это конечно немного для больших каналов ну сами подумайте это 5000 людей посмотрели видео это очень много людей но под видео если зайти посмотреть почитать комментарии то хороших комментариев практически нет никогда у нас почему-то такой менталитет что мы хорошие не пишем людям мы если тебе что-то понравилось и скорее всего ничего не напишешь вот если тебе не понравилось если ты допустим хейтер ты плохое пишет очень часто но люди наши не пишут хорошие если вы не знаете я я мониторил свой канал просто проанализировал больше 100 видео на канале это 110 наверное видео за три года представьте сколько это времени 110 видео и я на моей памяти может быть десятки хороших комментариев всего лишь десятки хороших комментариев на всем канале за три года друзья вы не представляете какой надо обладать стиль устремленности чтобы создавать контент когда тебе ничего хорошего не пишет или я настолько плохой контент создаю что вообще ничего хорошего нельзя написать что ли конечно же нет в хорошая пишет и писали даже бывало люди писали даже соц сетях находили меня писали благодарили что это спрашивали были хорошие ну их просто на фоне всех остальных комментариев их там десятки всего лишь понимаете как мало то есть мы мы почему-то на уровне менталитета мы не мы не привыкли говорить людям хорошие вещи например если где-то на зарубежном рынке дать и ты допустим не знаю просто даже тебе получилось создать какую-то форму спортивную не просто накачанным там перекачанным каким-то там ты стал там парнем как тебя будут на ю тубе тебя будут поддерживать тебя будут писать хорошие вещи там молодец я получилось там знаю как-то поблагодаря за контент поблагодаря скажу спасибо за информацию спасибо тому что ты постарался нашел эту информацию было полезно интересно у нас хорошие комментарии к сожалению это я общаюсь с другими блогерами и это не только у меня на канале такая проблема это проблема наших вот стран мы не пишем хорошие людям комментариях и те блогеры которые смогли развить свои каналы до огромных цифр и которые пережили вот этот период когда им ничего не пишут нормального в комментариях и канал может набирать первые 100000 там и 5 лет и 7 лет смотря какое смотря какая ниша конечно та ниша которая этот канал она небольшая ниша на самом деле вот поэтому друзья канал я хочу вам сказать что канал твер будет она язычным и только она язычным он не будет это это просто решение связано именно с вот этим всем то есть потому что стояла цель за три года канал не развился так как я хотел и сейчас я не вижу никаких других вариантов как нужно заниматься не жалко закрывать прям совсем канал просто удалять да с канал просто будет она язычным будет новый контент на другие новые темы я скорее всего буду теперь делать больше влогов больше влогов именно жизни тема канала останется такой же часть мотивационной по здоровью около научная потому что это как и так как и было так и остается моим хобби я продолжаю развиваться в этой теме я продолжаю изучать интересные вещи я у меня сотня идей видео которые я хотел записать сотни но большинство из них скорее всего вы даже не ищите просто вы даже не знаете что скорее всего даже не знаете что такое может существовать потому что рад изучаешь какие-то вопросы глубоко ты находишь такие темы которые мало кому-то другим понятно вот такие вещи хочется объяснять вот но я буду теперь учитывать все свои предыдущие ошибки которые сделал на канале какой-то постараюсь найти баланс в развитии канала одно видео скорее всего для себя другое для для поисковик для поисковых систем и видео будет только на английском языке так как я думаю у многих людей уже нормальный английский в принципе можете продолжать смотреть канал и развиваться у английский если хотите записывать контент на английском поверьте очень сложно хоть у меня свободный английский не advanced уровень я много общаюсь на английском на работе с американцами с найти успехами и у меня правда хороший английский но когда ты записываешь мне даже найти спикеры часто говорили что у меня хороший английский потому что меня понимает я их понимаю но когда ты запишу записываешь влог когда ты не готовишься контенту абсолютно ты вот просто и говоришь то что сейчас да ты говоришь ты говоришь на английском это конечно очень сложно и иногда сложно бывает просто народном языке какую-то мысль сказать да тебе надо еще это говорить на английском но мне это нравится это челлендж это вы за самому себе и мне нужно развивать и дальше английский язык и я уже по первому видео пара по риму можете сами зайти под под видео почитать просто я уже почувствовал насколько поменялись комментарии под видео одно просто первое видео и там уже много позитива и мне это как и любому создателю контента приятно поэтому друзья пожалуйста не скупитесь на комментарии на у блогеров на которых вы подписаны на других до русскоязычных там подписать пишите им хороший комментарий под видео если вам видео правда понравилось развивайте в себе вот это вот вот это желание делать хорошее делать сеять вокруг себя хорошее добро писать хорошие комментарии говорит людям приятные вещи это же так просто и это так приятно другим людям почему это так сложно понять мне мне непонятно друзья у меня на этом все еще раз спасибо за все все эти минуты что вы смотрели видео что вы вставляли хорошие комментарии те кто был на канале знают меня давно и те кто постоянно комментарии вставляли хорошие отдельного спасибо друзья я реально всех помню кто писал хорошие комментарии и вы очень крутые еще раз всем спасибо увидимся в новых видео пока у меня и 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 Субтитры создавал DimaTorzok